Ежедневно будут проводиться утренние фильтры при входе в здание с термометрией. В каждом образовательном учреждении имеются бесконтактные термометры. С целью недопущения скопления обучающихся будет открыто максимальное количество входов для всех детей. Входы будут закреплены за каждым классом с учетом расположения класса, где будет обучаться ученик. В школьных дворах будет уже нанесена разметка с учетом социального дистанцирования. Для каждого класса составлено отдельное расписание, чтобы они не пересекались. Для того, чтобы такое расписание было действенным, время проведения уроков, начало уроков, окончание уроков будет варьироваться. Время проведения урока от 30 до 45 минут. Наличие масок у обучающихся может быть по желанию родителей. Они не являются обязательным требованием. Ношение масок педагогами при проведении уроков не обязательно. Они могут одевать маски при перемещении из одного класса в другой и тоже по желанию. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий между классами и школами. При выявлении учащегося признаков респираторного заболевания проводится его отстранение от занятий и помещение в изоляторе, который будет организован и вообще уже организован в каждой школе на первом этаже. То есть при показателях повышенной температуры дети не проходят дальше и остаются в изоляторе на первом этаже. Традиционных линеек 1 сентября не будет. Классные часы в этот день пройдут во всех школах. В 2020-2021 учебном году будет организовано бесплатное горячее питание для учащихся первых-четвертых классов. Общеобразовательных учреждений также сохраняется льготная категория детей с 5 по 11 класс. Будет организовано горячее питание для всех обучающихся, включая вышеназванную категорию со 2 сентября. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации мы готовы в любой момент принять формат дистанционного обучения. Очень рассчитываем на понимание родителей, потому что с учетом вот этой эпид-обстановки вход в школу, на территорию школы для родителей будет запрещен. Все, что сейчас я перечислила, и все эти мероприятия, которые будут проводиться, они направлены на охрану здоровья детей, это превыше всего. Поэтому, конечно, как только мы придем в школы, какие-то определенные нюансы, возможно, возникнут. Мы будем корректироваться по мере работы, по мере начала учебного года. Начнем сразу с подробностей. Если в классе заболевает ребенок, то сажают на карантин весь класс или всю школу? Как это все будет? Сколько будет длиться этот карантин? Класс на 2 недели. Уходит на дистанционное обучение. Уборка помещений как часто будет производиться? Все в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. То есть то, что они требуют в каждом классе и в каждой школе. График уборки будет в обязательном порядке расположен и будет исполняться. Кто будет производить уборку? Специально обученные люди или как в некоторых школах дети убирать? Нет. Дети убираться и производить какие бы то ни было обработки, безусловно, не будут. Дети не будут в этом году дежурить. Иногда привлекались они к дежурству в столовой и какие-то моменты в этом году. Ничего подобного допускаться не будет. В некоторых школах, в некоторых классах приходится скидываться на уборщиц. Будет ли в этом году как-то... За чей счет вообще сейчас уборщицы будут работать? Смотрите, давайте так. Я всегда очень отрицательно отношусь, когда говорят, в некоторых школах, в некоторых учреждениях, в некоторых классах. Мне всегда нужна конкретика, потому что если это действительно имеет место быть, значит мы будем разбираться и наводить порядок. Значит, я сказала в своем выступлении, что антисептические средства, все, что необходимо для организации, для организованного начала учебного года, у нас есть. И если в какой-либо из школ или в каком-то учреждении будут по инициативе педагогов, либо это по инициативе самих родителей, в каком бы то ни было варианте, значит я прошу сразу же звонить, телефон 4406-41 и о таких случаях, пожалуйста, говорить. И еще вопрос по поводу измерения температуры. То есть вот нам одна мамочка написала, что у нее у ребенка постоянно температура 37, и 2, 37, это стабильная его температура. Нужно ли таким детям брать где-то справки, что у них постоянные? Безусловно. Если это такая особенность организма, значит я полагаю, что нужно один раз, и я полагаю, что знает об этом участковый педиатр, значит нужно один раз родителям взять такую справку в медицинском учреждении, чтобы к ребенку не было никаких претензий, чтобы его не останавливали на входе, чтобы его там не изолировали. Поэтому я полагаю, что это нужно решить с руководством школы. Вот смотрите, если ребенок заболел, ну даже не заболел, просто ему стало плохо, например, там зуб, ну то, что не касается, ну признаки не те, которые у коронавируса, но он не смог прийти в школу. Нужно ли брать справку, потому что некоторые родители тоже уже получили сообщение, что если один день пропустил, то все сразу за справкой. За справкой понятно, что поликлиника это рассадник все-таки всяческих заболеваний. И из-за одного дня, из-за аллергии какой-нибудь идти в больницу, брать справку, что ты один день пропустил, но как-то тоже не очень. К сожалению, такую справку брать придется, потому что мы не можем гарантированно знать, почему у ребенка вот такое случилось. Поэтому термометрия, конечно, будет произведена, почему ребенок пропустил один день, если это заранее предупреждено, да, допустим, предупредили родители, что один день ребенок не придет, по какой-то причине, если это не связано со здоровьем и прочее. Потому что утренний фильтр, он все равно будет, ребенок этот, проходить. Но в нынешних условиях мы все-таки очень рекомендуем не злоупотреблять пропусками занятий, потому что любое отсутствие ребенка, оно сразу у нас фиксируется. И, безусловно, должно подтверждаться определенным документом из поликлиники о том, что ребенок может допускаться к занятиям.